Мне, конечно, хотелось, чтобы новая какая-то струя была в вашем университете, чтобы у вас было что-то свое, и вы могли в этом университете реализовать обязательно. Все вроде бы неплохо, но вы со стороны должны были видеть и недостатки этого университета. Я был в этом университете, зашел в библиотеку, смотрю, учебник такой был иностранного производства, и посылает до Шимова, посылает у Дашимова, я ему сказал, что когда-то ты был причастен к выработке стратегии экономической Беларуси, и нам студентов надо готовить для нашей экономики, а не так, как нам кто-то там рекомендует. Так и получалось, что они готовили студентов в одном направлении, а когда студент проходил на предприятие, окунался в нашу экономику, его проходилось там на месте переучивания. Поэтому ему была поставлена задача вернуть образование для нашей экономики. Ну, я надеюсь, что вы это сделали. У нас везде недостатков в вузах хватает, надо ближе к жизни готовить студентов. А самое главное, чтобы они после окончания учебы приходили туда, куда надо. Для чего они получали это образование? Они ехали непонятно куда и не просились все работать где-то там секретарями, референтами и советниками после студенческой скамьи. Я очень надеюсь, что вы эти недостатки видели и сделаете все для того, чтобы поднять на более высокую ступень развитие этого университета. И особенно качество преподавания. Все для этого университета есть. Все есть и возможности есть. Я и недавно был в университете. Меня интересовал вопрос, можно ли работать в тех условиях. И мне тогда Владимир Николаевич докладывал, что нет проблем, работать можно и нужно. Ну и опыт его, конечно же, надо использовать. У него опыт огромнейший. Огромный опыт работы в секторе экономики, в правительстве. Таких специалистов немного. Но вы должны от него взять то, что вам нужно и более шире посмотреть на развитие этого университета. Я очень надеюсь, что так и будет. Ну не забывайте, студенты всегда у нас, не то что уже пороховая бочка, нам просто повезло, что у нас студенты в вузах не такие, как где-то. Порядочные, основательные люди. Но тем не менее, это свободолюбивые, своенравные люди. Конечно, молодежь, да. Да, поэтому с ними надо работать. И две политические компании. Да. Они просто как лакомцевая бумажка покажут, как вы там сработаете. А без вас никуда.